Ох, дамы и господа, ох, дамы и господа, мы начинаем разбор философии известного в узких кругах человека Сергея Горяйнова. Человека, у которого есть своя философия-система, так и система философская, так называемая философия ландшафта. И мы попробуем сейчас разобраться с тем, что она собой представляет, насколько она там является философией и не философией, на что она похожа, или на что она вообще, может быть, ни на что не похожа. Давайте попробуем с этим разобраться. Мы пройдемся по тексту «Тезисы философии ландшафта». Важно отметить, что сам автор называет этот текст лишь набросками, а потому и мы не будем максимально строги к этому тексту. Как минимум, мне кажется, что на базе этого материала вырисовывается некоторый философский проект, в чем и заключается его бесспорная ценность, уже как минимум. Уже это хорошо, а некоторый философский проект есть. Я бы с самого начала еще подчеркнул одну важную вещь, что у Сергея Горяйнова, в отличие от подавляющего большинства академических специалистов, каких-нибудь интеллектуалов, у него присутствует необходимая для настоящего философа интеллектуальная смелость. Интеллектуальная смелость, ну, ее мало у кого есть, мало кто готов говорить, вот мои идеи, я их сейчас буду вам доказывать, вот именно мои идеи, это не идея какого-то там Хайдегера, это не идея какого-нибудь там Ницше, это лично мои идеи, вот я вам предлагаю свой проект, оцените его. Вот такой смелости людей можно по пальцам рук и ног пересчитать, не за всю историю, конечно, философию, но за философию сейчас вот таких вот людей можно пересчитать по пальцам. Трудно сказать, что Горяйнов один из них, потому что, ну, как бы сказать, его скорее в философию не принимают, он, безусловно, является в каком-то смысле изгоем, он является изгоем, его не уважают, его не респектуют, скорее над ним насмехаются в этом плане, да, то есть у человека есть смелость, есть проекты, он готов отстаивать то, что у него есть, очень твердо стоять на своем готов, но при этом философское сообщество его, во всех его воплощениях, включая интернетовское сообщество и включая сообщество, там, я не знаю, академическое, Горяйнова не принимают, к сожалению. Так вот, сама схема философии ландшафта мне более-менее импонирует, мы это еще обсудим, но видно, что автор зачастую допускает грубые ошибки в истории философии и часто распространяется поверхностными оценочными суждениями в адрес других философов и академической системы в целом, не подкрепляя это аргументами. Конечно, это всего-то тезисы, но по какой-то причине, да, вот там, где у нас изложены тезисы, по какой-то причине Горяйнов решил, что нам просто, ну, необходимо нужно узнать, что Ницше полный идиот, Хайдгернес неврастенический бред какой-то, он что-то бормотал неврастенически, а Платон ничтожен и забыт на фоне великого Аристотеля. Без пруфов, ну, там в виде пруфа, ну, я процитирую обязательно, что там в виде пруфа находится. Ну, в общем, ну, в общем, помимо самой системы, вместо доказательств автор данного текста почему-то решил, что необходимо туда поместить обсирание каких-то философов, просто так, без аргументов, ну, окей, окей, окей. Давайте разберемся с тем, что Горяйнов вообще видит в философии, что он под философией подразумевает. Предмет-то философии, цитирую, да, простой человек, общество и мир, формы и типы взаимоотношений между ними. Философия — это размышления о человеке, обществе и мире, о системе отношений, о системе отношениях человечества и общества с окружающим миром. И философия — иной тип интеллектуальной деятельности, чем наука. Многие употребляют какие-то наукообразные термины в философии. Это свидетельствует лишь об одном, о полном непонимании этими людьми сути и задачи философии. Продолжаю цитирование. Философия является культурно-исторической практикой, которая на основе достижения современной ей эпохи формирует идеологию, то есть систему руководящих утопий, нравственных и иных идеалов. Идеология задает смысловые вектора направлений движения культуры, потому, хотя некоторые считают ее абстрактной отвлеченной своей интеллектуальной деятельности, это либо глупость, либо преднамеренная ложь. Философия — это конкретное выражение сути эпохи, которая схвачена мыслью в максимальной полноте. Можно, конечно, поспорить с данным определением, но моя задача здесь скорее вас осведомить о том, что оно есть. Так вот, основные идеи системы взглядов Сергея Горяйнова в тезисах философии ландшафта. Ну, понятное дело, что ему не нравятся разного рода мыслители. Вообще, в принципе, разного рода мыслители. Я даже продолжать не буду. Ему не нравятся разного рода мыслители. Так вот, философия 20 века особенно ему не нравится. Философия 20 века, особенно работы таких авторов, как Ницше и Хайдеггер, да, Ницше — это философ 20 века, господа, воспринимаются как упадок. Цитирую. Я уже тогда испытал разочарование многими философами, особенно Ницше-полный идиот. Две точки. То есть, давай я даже так вам напишу. Особо Ницше, там не просто тире, там маленький дефис, который прилегает к букве Е Ницше без пробела. Это первое. Это первое, да. Это, конечно, мой специфический такой вот подкопчик, но тут должно быть нормальное тире с двумя нормальными пробелами. Это, во-первых, да. Полный идиот, две точки. Короче, да. Продолжаю цитировать. Выглядит смешным предметы... Выглядит смешным предметы обожания... Если что, то, что я читаю здесь, это с сохранением авторской, ну, вы поняли, да, пунктуации, не только. Вот. Выглядит смешным предметы обожания философов прошлого, в скобочках, благо, что не всех. Платон, Ницше, Хайдеггер и т.п. Платон — это создатель мерзкой концепции государства. Его диалог — государство центральный в его философии. К нему привязаны все остальные диалоги. Нечто ценное в него диалогах — это лишь переложение мыслей прежних философов, особо современных ему пифагорейцев. Вот так вот. Ну и дальше про Ницше, цитата. Писание Ницше — это горячечный бред, в котором мало смысла. Большинство работ написано в состоянии полубезумия. Пользуется огромным почитанием у философов 20-21 веков. Кто пользуется? Предложение неполное, ну ладно. Особо любимым цитатник нацистов, что совершенно его не красит. Как и не красит современных философов, которые уделяют ему внимание. Ну, насколько мы-то с вами знаем, Ницше к нацистам имеет довольно косвенное отношение. То, что в каком-то смысле нацисты форсили Ницше, оно заключается буквально в том, что нацисты не читали Ницше нормально, адекватно. Философия Ницше, она является как антисоциалистической, так и антинационалистической. Насколько, опять же, знают все мои зрители, по-моему, абсолютно. Нету, наверное, ни одного такого философа, который в большей степени вступал в большее количество противоречий с националистическими взглядами. Национал-социалист должен презирать Ницше, ненавидеть его всем своим сердцем. Потому что Ницше, он критикует немцев, при этом к евреям он относится уважительно довольно-таки. Причем в ту эпоху, когда можно было вообще-то и не особо уважительно к ним относиться. Ницше критикует разные формы проявления социализма. Ницше, я не знаю, его сверхчеловек, это не какое-то массовое, тотальное явление, которыми, знаете, вот целая нация внезапно вдруг стронг станет сверхлюдьми, там все такое. Ну, то есть, опять же, да, сверхчеловек скорее рисуется в виде некого такого единичного персонажа или группы раздельных единичных персонажей, у каждого из которых своя мораль, свой подход, вот, творческий, философский, к разным, в общем-то, аспектам этого бытия. Это такое вот, сказать субъект перипатетик было бы смешно, но нет, не субъект перипатетик. Это такой оригинальный, уникальный мыслитель, человек с сильной волей, при этом всем еще, да, с сильной волей, безусловно. Вот. Это скорее единичный персонаж, то есть целый народ сверхлюдей, это уже что-то вот из разряда дико странное. Короче, если мы прочитаем философию Ницше, то абсолютно точно поймем, что, соответственно, Ницше не имеет никакого прямого отношения к национал-социалистам. Ну, да, то, что кто-то его там цитирует, кому-то Ницше нужен, важен, интересен среди национал-социалистов был, окей, мы это можем допустить. И что были некоторые интерпретаторы Ницше, которые пытались толковать его в русле национал-социализма, окей, тоже можно допустить, но будем честны. Это надо очень сильно проявить какую-то вот интеллектуальную гимнастику для того, чтобы приспособить Ницше к национал-социализму, потому что, ну, очень много конфликтов у Ницше и национал-социализма по основным фундаментальным вопросам. Ну, и дальше про Хайдегера. Идентично неврастеническое бормотание, цитирую, да, с корявой ломкой слов и употреблением смутных терминов нацистам Мартина Хайдегера вызывает восторг у современных философов. Он даже многими главным философом XX века называется. А он обычный аферист. Писал о бытии или сущем, который почему-то разделяет, а бытия не знает. Не знает ни математики, ни естествознания, ни истории толком. Он же исходно теолог. Писал о технике. А я так думаю, что он болт от гайки не отличал. Писал о гуманизме. Сам убежденный нацист и пошлый юдофоб. Смешно. Мартин Хайдегер – это главный позор философии XX века. Ну, здесь просто набор оценочных суждений, которые не имеют никакого прямого отношения к философии Мартина Хайдегера, в чем мы, кстати, чуть позже убедимся. Мы еще будем разбирать Мартина Хайдегера. Внезапно, да, Мартин Хайдегер здесь появится не только в контексте того, что он фашист, неврастиническое бормотание у него, скорее бы, ломкой слов, да. Но мы дальше также столкнемся с тем, что, ну, короче, будет соприкосновение Горяйнова и Хайдегера по довольно глубоким вопросам. Ждитесь, это будет вкусно. Но продолжаем. Ну, то есть, действительно, в рассуждении Горяйнова наблюдаются серьезные проблемы. Например, некоторые считают, что Платон царь философии. Что философия современности ушла не далее Платона. Ну, реально, он был после своей смерти забыт. В эпоху эллинизма были во главе философии стойки и эпикурейцы, которые восстановили досократическую философию. Популярность он приобрел на закате эллинизма, когда возникла необходимость формирования имперского типа менталитета. Вот для этого как раз отлично подходил Платон. Ну, и то его всегда воспринимали только в сумме с Аристотелем. Всегда воспринимали в сумме с Аристотелем, которого действительно можно назвать величиной философии, ибо его учением определялась философия Средневековья. Ошибок здесь дофига. Я перечислю только самые поверхностные. Кажется, Платон вовсе не был забыт в эпоху эллинизма, во-первых. Да, Академия развивалась в ряде своих всевозможных воплощений в разное время, и это тоже вполне очевидно. То есть то, что Платон был забыт, это кринж. Академия существовала, как Платон мог быть забыт, если вот то учреждение, которое он основал, Платоновская Академия, просуществовало огромное количество времени. В смысле забыт? В смысле забыт? Наряду с эпикурейцами и стойками платоники они тоже были. В смысле он забыт? Нифига не понимаю. Как это он был забыт? Как это он был забыт? Вот. Дальше. И очевидно, что влияние, которое на средневековье оказал Платон, оно не меньше и, скорее всего, даже больше, чем то, которое оказал Аристотель. Напоминаю, напоминаю всем людям, которые не знают историю философии. Важно помнить, что в средние века философию Аристотеля реанимировал Альберт Великий. А закрепил оживление Аристотеля его ученик Фома Аквинский. Альберт Великий осмыслил, истолковал, и систематизировал все труды Аристотеля, подчеркнутые из латинских переводов и примечаний арабских комментаторов в соответствии с церковной доктриной. Большая часть современных знаний и представлений об Аристотеле были сохранены и представлены именно Альбертом. То есть, смотрите, когда Альберт Великий жил, когда он родился? 1200 год, но еще плюсуйте там, сколько ему там надо было, чтобы вырасти, чтобы прочитать Аристотелю, чтобы его истрактовать. То есть, прибавляйте еще чуть-чуть. То есть, вот так вот получается, что 700 чем-то лет. 700 чем-то лет средневековья. 700 чем-то лет средневековья. Платон безраздельно практически правил вот в этой нише. Вот практически безраздельно. Ну и зачастую мы встречаемся в начале средневековой философии, вот в эти вот 700 лет где-то, да, в основном, ну, либо с тезисами лично Платона, либо с тезисами, которые вот радикально противоречат тезисам Платона. И то какой-нибудь там номинализм, он начнет развиваться уже ближе к концу данной эпохи, как вы понимаете, да. То есть, понятно, нет, Расселин был довольно рано, относительно рано, да. Но, как бы, вот фундамент номинализма, как бы, будет окончательно оформлен уже ближе к концу средневековья. В то время как различного толка реалистические тезисы, они звучат в начале средневековья значительно чаще и сильнее. А какие-то промежуточные тезисы, такие как у Фомы Аквинского, они вот и начинаются в основном с Фомы Аквинского. То есть, вопросы, вопросы внутри философии средневековой начинают решаться по-аристотелевски именно в тот самый период, вот когда вот Фома Аквинский начинает этим заниматься, как ни странно. Нет, мы, конечно, можем спорить, мы, конечно, можем в итоге спорить, а что влияние на средневековье оказалось больше, значительнее, сильнее, лучше и так далее, так далее, так далее. Но то, что большую часть средневековья Платон доминировал, это бесспорно, прям вообще бесспорно. Более того, да, можно поспорить, но это, опять же, дело, скорее, уже историков философии и медиевистов, не наше дело, мы здесь вряд ли что-то сможем сделать, чтобы вот предположить, вот кто, например, после Фомы Аквинского, кто после Фомы Аквинского, ну, как бы популярнее, Платон или Аристотель, и вот в какие периоды? Я вот, например, здесь точно не могу вам ничего сказать по этому поводу. То, что до Фомы Аквинского и Альберта Великого Платон больше Аристотеля вообще 100%, а после, хороший вопрос, потому что томизм, он начинает развиваться, и он очень распространен. И он очень распространен, так скажем, да? Так вот, теперь перемещаемся к важной теме, которая называется философия ландшафта, собственно, то есть мы закончили с обсиранием философов, и мы перемещаемся к философии ландшафта. Восприятие мира как, ну, что это такое? Восприятие мира как система разнородных, катастрофических, сформированных ландшафтов. Мысль философа ландшафта картографична. Философ ландшафта мыслит картами разного типа. Подход сочетает рациональность с мифопоэтическими и десократическими мотивами. Ландшафт понимается как физическое, культурное и ментальное пространство, состоящее из многообразий и фрактальных структур. Мир организован из событий интенсивностей. И все организуется вокруг сингулярных событий и периферийных флуктуаций. И мне это вот после того, как я это прочитал, мне это внезапно очень сильно напомнило Хайдегера. И вот с этого момента, вот как только вот я вот на этом моменте такой начал его зачитывать, я осознал, что все не так очевидно, как казалось раньше. Я-то думал, что философия ландшафта — это немножко про другое. А мы начинаем зацикливаться здесь на понятие события. События. У Хайдегера тоже есть понятие события. Рейгенс или как-то оно вот так вот звучит. А и вот события Хайдегера, и события Горяйнова, вы сейчас просто будете шокированы. Это почти одно и то же. Сейчас читаем дальше. Философия ландшафта в своем стремлении освободиться от многообразия априорных структур сознания, прийти к изначальному службе составит посредством аппарата трансцендентальной редукции, посредством сомнения к изначальной целостности событийных многообразий, а потому имеет предметом не факты, которые сформированы на базе вычленения из многообразия событий тех или иных свойств событий. Факты фиксируют лишь идеальные объекты. Философ же тоскует по реальности. Он фиксирует события. События — это нечто значительное, важное и интересное для человека в бытии. Теперь давайте вспомним, что такое события у Хайдегера. События у Хайдегера? Давайте просто на примере. Представьте, что вы стоите на горе и наблюдаете закат. Этот момент невозможно свести к словам или описанию. Это событие, где мир открывается вам, а вы открываетесь миру. Эрэген, Эрэйрэгнес — это приглашение к такому переживанию, выходящему за рамки привычного опыта. Выходящему за рамки привычного опыта. А у Горяйного это значительное, важное и интересное для человека. Пам, 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 пам! У него понятие события Хайдегера внутри его философии. Хайдегер — барматун, болтун, нацист, фашист. У него, у него он просто, ну не знаю, подрезал, украл, сам сформулировал. Такое же понятие. В сердце философии Горяйнова находится такое же понятие события, как у Хайдегера. И оно называется тоже событием. И они очень похожи. Они очень похожи. Понимаете, в чем дело? И тут у меня начинают напрашиваться многочисленные вопросы. Я вдруг столкнулся с тем, что Горяйнов — это русский Хайдегер с техническим образованием, будем честны. То есть, ну, не во всем Хайдегер. И до величины Хайдегера, конечно, не дотягивает у Хайдегера. Ну, по крайней мере, из того текста, что я прочитал. Просто у Хайдегера очень большой набор текстов, и он затрагивает очень широкий спектр разных тем. То, что я прочитал у Горяйнова, это не такой широкий спектр тем. И одновременно с этим, ну, текст тезисный, будем честны. То есть, каких-то подробных разъяснений, объяснений, что-то там раскрытие я пока там не увидел. И поэтому Хайдегер пока все равно больше, чем Горяйнов. Но при этом Хайдегер больше, чем Горяйнов, потому что Хайдегер жил раньше Горяйнова. И сформулировал очень похожие вещи, вообще-то. Ну, да ладно. Более того, важно заметить, что философия ландшафта в том числе подразумевает пространственную характеристику, что, опять же, отсылает нас к Хайдегеровской заброшенности. Опять же, человек-перипатетик, вот этот вот субъект-перипатетик Горяйнова, заброшен в мир. В то время, как непосредственно, да, в то время, как непосредственно Хайдегеровский вот этот дизайн, он тоже заброшен в мир. То есть, только человек-перипатетик, он этот субъект-перипатетик, заброшен в определенный ландшафт, а вы заброшены в определенное, условно, пространство, да, соответственно, которое вас окружает. То есть, опять же, это представление о заброшенности есть и у Хайдегера, и у Горяйнова. Это реально русский Хайдегер. Хайдегер, это русский Хайдегер, который дошел до идей Хайдегера, ну, видимо, плохо читая Хайдегера или не читая Хайдегера вообще. Ну, короче, вы понимаете. То есть, они удивительным образом очень похожи, несмотря на то, что Горяйнов прям дико презирает Хайдегера, он его прям вообще ненавидит, это фашист, это злодей, это негодяй, писал билиберду какую-то. Ну, потому что субъект-перипатетик, да, он начинает с заброшенности в какой-то ландшафт. Честно, чем больше я читаю текст Горяйнова, тем больше он, мне кажется, просто русским Хайдегером, да, который при этом ненавидит настоящего Хайдегера за фашизм и не только за то, что он бред писал всякий, но при этом своими словами пересказывает его учения. И тут у нас и про аутентичное экзистирование, ведь именно этим же, по сути, занимается субъект-перипатетик, которого можно противопоставить Хайдегеровскому досману. Опять же, что такое Хайдегеровский досман? Это безличная, обезличивающая сила, через которую люди действуют и думают, подчиняясь нормам, традициями, ожиданиям общества. Разве не досманы? Это противоположность свободного и критикующего субъекта-перипатетика, о котором мы еще поговорим сейчас. Разве нет? Ну вот разве вот нет? Нет, разве этот субъект-перипатетик не выступает против безличной массы и является ее прямой противоположностью? Разве тот же самый Горяинов не мог бы взять в себе философию понятия досмана, и ничего бы в худшую сторону не изменилось, никаких противоречий не было, и все осталось бы так же понятно, как и было? Да, да, вот в этом-то и вся и фишка, что всю философию, ну, значительную часть философии Горяинова, особенно ее ядро, ее сердцевину, ее самое важное и самое главное, легко можно перевести на язык Хайдегера, и все останется на своих местах, что самое главное. Парадоксально, парадоксально. Продолжаем. Когда человек живет в режиме досман, это по Хайдегеру, он не принимает самостоятельных решений, он действует так, как принято, ожидается и должно быть. Разве не против этого субъект-перипатетик? Разве субъект-перипатетик не является таким своеобразным дозайном, вот бытием, да, то есть он преисполняется бытием, он включает себя в определенные события, он оказывается заброшен, эти события происходят, и они его интересуют, очевидно, происходит что-то интересное в этом мире. Блин, блин, это очень и очень интересно. Конечно, да, абсолютно приравнивать Горяйнова и Хайдегера нельзя. Вот, подчеркну, они не абсолютно идентичны, это не одно и то же на 100%. Но вот в самой сердцевине учения Горяйнова лежит просто, я не знаю, самое кондовое, вот такое вот, самое очевидное хайдегерианство, которое я когда-либо видел вообще. Вот просто вот, вот просто, если вы читали Хайдегера и потом прочитаете Горяйнова, вы скорее всего скажете, так это же Хайдегер, так это же очевидный Хайдегер, это же очевиднейший Хайдегер, куда же там это? Так вот, продолжаем цитировать Горяйнова. Суть состоит в том, что мир не столько частично упорядоченный хаос, а это очень часто беспорядочный набор систем, неправильных сборок, которые возникли в результате перманентных катастроф. Это относится как к физико-географическому, космическому, культурному ландшафту. Ландшафты представляют часто врезание чужеродных совершенно элементов, пустот, провалов, изломов, падин, черных дыр, не только в космосе, но и, к примеру, в финансовой сфере. Все это имеет и отношение к ландшафту сознания. Эти ландшафты напоминают мне пузыри, глобусу и пену, ну это я уже от себя говорю, эти ландшафты напоминают мне пузыри, глобусу и пену философии Салтердайка, который творил под очевиднейшим влиянием Хайдеггера. И на мой взгляд, он его именно что? Дополнял. Философия Салтердайка как дополнение к философии Хайдеггера. Так вот, мир не един. Мир не един. По Горяйнову. Мир не представляет системное единство. Он разнообразен и забилует пустотами и провалами в ничто. Мир просто случайная сборка разнопорядковых систем. Бардак, базарная площадь. Вот реальный образ существующего. Сам мир есть собрание осколков, разлетающихся в результате Большого Взрыва. Мир разворачивается, к тому же, и в разных измерениях, которые нам мало понятны. Что мир не трехмерен, это уже реально установленный факт. Он построен по принципам дробной размерности. Вот. Так вот, а кто же такой этот самый субъект-перипатетик? Субъект философии ландшафта. Давайте подумаем. Свободный путник-перипатетик, исследующий смыслы через путешествия по культурным, природным и ментальным ландшафтам. Философия ландшафта субъект подвижен и полифоничен, играет разнообразной палитрой красок и гармонических пульсов мысли. Это свободный субъект, это субъект-перипатетик, это геолого-разведчик смыслов. Субъект прогуливается по многообразным ландшафтам мира, ландшафтам культуры и ландшафтам сознания. Останавливается часто, думает и наблюдает. Мне кажется, что это вообще довольно абстрактно сформулировано, во-первых, а во-вторых, опять же, мы возвращаемся к Хайдеггеру. Субъект-перипатетик – это культурно-исторический критик, аналитик, открыватель смыслов. Он выпускает серии жалящих концептов, вламывает прогнившую культуру, производит хирургические разрезы для вскрытия культурных гнойников, для лечения культуры. Философия – это улей жалящих оводов. Концептов. У меня даже, кстати, вопрос заключается также еще и в том, а почему Горяйнов себя радикально противопоставляет какому-нибудь нитше? Ну и Хайдеггеру, соответственно. Ведь на самом деле их подход к философии очень похожий. Не идентичный, но очень похожий. Вот чего-то он до них докопался. Ведь на самом деле ему, наоборот, было бы неплохо искать какие-то элементы подтверждения у этих самых философов. То есть можно их просто даже не упоминать, чтобы лишний раз не кекать, так скажем. Этот субъект действует медленно, вдумчиво, отдавая предпочтение глубине над скоростью. Точка отчета многомерных координат понимания идет от того места ландшафта, в котором находится субъект перепатетик. Вот так вот. Заброшенность Хайдеггера. Философ ландшафта — это путешественник, принципиальный онтологист. Он романтик, реалист, оперирующий мысли образами. Это уже ближе к Ницше. Да и Хайдеггеру тоже с его Гильдерлином, которого он просто везде пихает. Хайдеггер с этим романтическим образом Гильдерлина просто... Это просто Гильдерлин тут, он там, здесь, везде. А это типичнейший романтик на самом деле. Хайдеггер очень часто медитирует над романтической литературой. В то время, как Ницше сам представил нам вот этого сверхчеловека, который на самом деле сверхромантик. И тут нам Горяйнов заявляет, что наш, собственно, наш, собственно, вот этот вот замечательный субъект перепатетик, кто-то, кто он на самом деле? Он, оперирующий мыслеобразами романтик. Он, оперирующий мыслеобразами романтик внезапно. И чем, чем так радикально, не знаю, не нравятся Горяйнову Ницше и Хайдеггер? У них очень, очень схожая интуиция. Предельно схожая интуиция. И, конечно, это страшно. Страшно, что Горяйнову так вот прям эти люди не нравятся. Я бы на месте Сергея, совсем при всем уважении, так скажем, то есть мне вообще, мне очень импонирует смелость Сергея. Я с большим уважением отношусь к людям, которые в философии постулируют себя смело, остро, бойко, готовы отстаивать свою позицию. Таких людей я люблю, потому что, ну, зачастую интеллектуалам не хватает интеллектуальной смелости. Большинство интеллектуалов, они интеллектуальные трусы, потому что они боятся, что, ой, меня коллеги неправильно оценят, ой, меня будут ругать, нет, я не хочу, чтобы меня ругали, я хочу быть хорошим специалистом, чтобы мне все руку жали и любили меня. Это нормальное желание, да, но оно противоречит такой философской смелости. А философ, как говорил непосредственно Аристип, да если законы изменят, то философы продолжат жить по-прежнему. Если от философа все отвернутся, философ продолжает жить по-прежнему. Если философа все будут ругать, философ продолжает жить по-прежнему в рамках философии, которую он создает, создал и будет создавать, так скажем. Философ это прежде всего сильная фигура и уже потом создатель новых концептов. Ну, тут две важных составляющих, на самом деле, без которых нельзя. Но сначала ты смелый, а потом ты уже создатель концептов, потому что для того, чтобы эти концепты создавать и противопоставлять себя обществу, нужна вот эта колоссальная смелость. Смелость это необходимое качество для философа. Недостаточное, но необходимое. И без вот этой самой смелости не может... Ну, я себе с трудом представляю, как может сформироваться настоящая философия. Потому что надо быть очень неконформным, надо очень сильно не бояться общества, для того, чтобы высказывать какие-то уникальные, оригинальные идеи. У Горяйнова именно вот этот аспект, он присутствует. Правда? Сложно сказать, насколько он реально философ в моей системе, потому что он, скорее всего, где-то, опять же, третьего уровня, наверное, пониже Дугина. Вы хотели, наверное, услышать, куда бы я его поместил в рамках своей системы оценки, но, наверное, я бы пониже Дугина его поместил. Наверное, все-таки третий уровень, да. С учетом, что это некий такой пересказ Хайдеггера. Возможно, осознанный, возможно, неосознанный. Ну, тут идеи Хайдеггеровские управляют в основном всем этим дискурсом. Вот. Как-то так. Ну и, конечно, в конечном итоге у нас за всем стоит идеология. Идеология. Пропаганда справедливого общества, которое строится на гуманистических и социалистических основах. Причем это у Горейного прям вот социалистические основы крайне проявлены. По сути, да, он такой воспитанный в условиях коммунизма, социализма. Хайдеггер с техническим образованием. Короче говоря, философ с маленькой буквы. Третий уровень намного ниже Дугина, да, скорее. Но ниже с точки зрения оригинальности, продуктивности, уникальности. То есть, эклектики у него меньше с виду. Опять же, у Дугина ее просто больше, эклектики. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Я думаю, на этом все. Дальше зачитывать не буду. Тут у него просто политическая программа есть, где, соответственно, надо искоренить любую коррупцию. Полная национализация сырьевых ресурсов страны. Восстановление системы бесплатного медицинского обслуживания. Короче, там политическая программа дальше идет. Вся его идея, она в том числе выливается и в определенную политическую программу. Нифига не удивительно, но вот она так выливается. Ну вот, мы кратко, очень поверхностно, очень поверхностно ознакомились с философскими идеями Сергея Горейнова. Это мне заказали на аукционе. Не я сам за это взялся. Мне за это заплатили. Мне за это заплатили, если что, да. Я не хотел никого обидеть. Сергея я тоже обиделись, если что, не хотел. Я даже, наоборот, много лестных слов его адрес произнес на протяжении всего этого материала. С большим уважением отношусь к его, по крайней мере, смелости. Да даже к тому, как он смело ругает этих самых философов. Это забавно, это интересно, это прикольно. Но тоже надо найти в себе смелость для того, чтобы ругать того же самого Хайдеггера, на котором, по сути, базируется значительная часть последующей континентальной философии. И Ницше, на котором и сам Хайдеггер базируется во многом. Надо найти в себе очень много смелости для этого, как мне кажется. И Сергей нашел эту смелость. Это неплохо. Я таких людей уважаю. Мне это нравится, по крайней мере. Мне, по крайней мере, это нравится. Ну что, друзья, спасибо. Спасибо. Краткие выводы, я думаю, уже сделаны. Если нужен будет более подробный обзор, ну, как говорится, можем попробовать еще поаукционить. Приходите на стримы, заказывайте контент. Всегда рад вас видеть на стримах, в чате. В общем-то, приходите, интересуйтесь. Я всегда с вами, Александр Шадов, кандидат философских наук, создатель своего философского учения, дексологии. И даже целой философской дисциплины, получается. Всем большое уважение. Кстати, подписывайтесь на Boosty. Там курс по дексологии уже полностью выложен. За 500 рублей подписка, и уже курс целый можно смотреть. А если вы готовы ждать и продолжать с этой подпиской сидеть, там курс по философской комбинаторике тоже скоро выходит уже. Ну как, в конце этого года я закончу курс по комбинаторике. Очень сильно на это надеюсь, короче, даже, да. Все. Всего вам доброго, дамы и господа. Желаю вам всего самого хорошего. Удачи. Продолжение следует.